здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас лето и воскресенье сегодня и я хочу давайте с вами предложить помечтать о путешествиях и сейчас я расскажу о том путешествие которое мы совершили когда-то в 2013 году в италию вот обычно мы путешествуем на машине вот и на этот раз мы решили ну мы много раз раньше проезжали италию мимо а на этот раз мы решили конкретно съездить италию посетить рим флоренцию собственно говоря венецию на машине повторяю поэтому поэтому наш путь лежал через польшу германию и разные другие страны давайте для начала да и обычно у нас на эти путешествиям всего-то ничего там сказать две там меньше чем три недели поэтому надо все успеть и давайте посмотрим как все это выглядит и так в путь ну вы знаете что я живу сказать недалеко от москвы город обнинск это 100 километров от москвы и мы уже знаем что до бреста ехать ровно где-то 12 там с лишним часов от нас поэтому обычно мы выезжаем рано утром и едем до бреста на границе с белоруссией мы покупаем страховку грин карту вот и едем дальше сколько мы простоим на границе никто никогда не знает поэтому заранее это знать нельзя поэтому мы едем просто так мы не знаем где мы будем ночевать обычно вот где придется на самом деле потому что потому что предвидеть это невозможно вот и естественно значит но мы доехали до бреста там отстояли какую-то очередь где-то мы переночевали я не знаю где от этого никаких воспоминаний не осталось но в польше известно точно что без ночлега мы сказать но точно никогда не останешься потому что там вдоль дороги но всегда можно найти естественно какие-то отели и там с этим делом все хорошо и все достаточно нормально вот на следующий день мы уже выехали и был план у меня в германии посетить город эрфурт и рядом с городом эрфурт есть замок очень известный замок вардбург он имеет огромную историческую ценность конечно же потому что в этом замке бах сочинял свои органные произведения там есть орган в этом замке и там же в этом замке лютер писал свои трактаты это основатель лютеранства и там же в эрфурте эрфурт это очень такой древний германский город и когда-то давным-давно когда я закончил девятый класс я ухитрился упросить своих родителей чтобы они отпустили меня поезд дружбы там была единственная путевка которая поступила нам школу и они меня отпустили и в рамках этого я посещал уже эрфурт в 1979 году когда я учился в девятом классе вот я был уже в вардбурге и мне просто хотелось по старым местам дело в том что эрфурт входил тогда в гдр и путевка была в гдр вот поэтому мы решили заехать на трасс посетить старинный замок в артбург и мы уже находясь в польше я прикинул что да нам кажется удастся доехать до эрфурта но в германии с отелями все намного хуже чем польши поэтому мы находясь в польше заказали через booking отель в окрестностях эрфурта потому что я знал что в германии конечно отель просто так найти невозможно германия это не польша и так мы приезжаем на скоте одну ночь мы переночевали где-то в польше дальше мы значит приезжаем эрфурт вот мы в эрфурте там жену вот такая котик горшок цветочный немецкий вот она сидит рядом с этим горшком и давайте смотреть что мы увидели в эрфурте в эрфурте мы когда остановились наш отель стоял совершенно в запустении не в запустении в таком месте где-то за городом абсолютно в пустынном месте и мы решили уже ближе к вечеру мы приехали туда быстренько но после двух часов после двух дней и пути конечно же нам хотелось но мы быстренько ополоснулись в отеле и бегом-бегом в город ну просто поужинать посмотреть на быстренько на эрфурт хотя бы краешком глаза и там где-то там ну перекусить поужинать вот он город эрфурт вот вы видите вот эти прекрасные здания они все имеют огромную историческую ценность вот в одном из этих зданий есть табличка что здесь жил лейбниц это знаменитый математик немецкий в другом кант вроде бы жил там и здесь же жили шиллер и йоты это очень очень такой вот известный немецкий город он очень небольшой на самом деле очень красивый вот таким он нам предстал здесь центральная площадь эрфурта и здесь вот такая вот статуэтка с фонтанчиком здесь такие ящерицы они еще будут у нас вот это все там же вот они эти ящерицы такие красивые вот исторические здания эрфурт это кирилл вот в желтой футболке это вот эрфурт и после того как мы посидели в ресторане быстренько стемнело и мы уже пришли к машине сели и уехали вот и на следующий день мы с утра поехали сказать ну в эрфурте мы собирались остановиться только на одну ночь с утра мы решили посетить замок в артбург и уехать дальше границы с австрией мы решили что переночуем где-то либо в альпах на берегу горного озера я предполагал что мы переночуем где найдем кемпинг вот поэтому на следующий день мы идем в артбург вот на самом деле замок в артбург он очень-очень маленький крохотный совсем но очень исторически вот такой известный чем нам встретил в артбург ну как обычно там реконструкция вот мы зашли вот он такой прекрасный это вид на окрестности он находится на вершине горы естественно этот замок вот мы обзор окрестностей делаем вот так выглядит в артбург замок снаружи дальше мы идем туда сам замок это все окрестностей вот мы входим в главные ворота замка он очень небольшой вот это колодец в котором у нас в случае осады там были запасы воды и люди доставали воду из этого колодца это чисто резервуар для воды ну там нет резервуар для воды вот так он красиво выглядит голубятня вот основное здание в артбурге там в этом здании может быть и лютер писал свои трактаты вроде бы вот в этой буквально вот келье вот и там же жил бах и творил но орган был тоже на реконструкции и так же как и когда я был в школе девятом классе очень известнейший замок но вот к сожалению нам снова не повезло он на реконструкции вы видите вот здесь все занавешено лесами строительными мы походили немного внутри совсем в артбурге очень сказать там снимать особо нечего вышли сфотографировались у входа и уехали и мы уехали мы решили заехать пообедать в нюрнберг это совсем недалеко от эрфурта там буквально несколько часов проехать там прекрасные немецкие автобаны естественно поэтому все очень быстро но после того как мы два дня ехали польша и до эрфурта мы конечно же засиделись в машине нам хотелось погулять и мы я ни разу не был в нюрнберге мы решили посмотреть нюрнберг мы когда въехали в нюрнберг я ехал там были вывески я решил в центр заехать и просто посмотреть как выглядит центр нюрнберга дело в том что в германии крупные города часто не самые красивые потому что особенно вот ну скажем нюрнберга в частности да они были недалеко то есть нюрнберг это уже бывшая фрг а эрфурт это еще гдр то есть там были ожесточенные бои и во время войны ну практически все было разрушено в крупных городах вот новых нюрнберг не исключение мы ехали в центр в центре было были указатели на альтштадт альтштадт это старый город то есть я решил посмотреть как выглядит старый город и мы решили там пообедать просто просто пообедать заехать в нюрнберге вот давайте посмотрим что мы увидели в нюрнберге вот мы подъезжаем к альтштадту старому городу и вот таким он нам предстал это то что осталось после войны там был кусок крепости был кусок крепостной стены старая башня я думаю что она целиком восстановлена вот видно что значит ну там скорее всего до основания была разрушена просто восстановили вот и мы пошли гулять по старому городу но вот здесь на этой площади прям буквально ухода потрясающий фонтан просто которые вот вообще потрясает любое воображение это что-то невероятное было посмотрите этот фонтан был посвящен ну одному из поэтов который писал какие-то баллады и значит в этом поэте фонтане здесь множество скульптур каждая из которых посвящена одной какой-то балладе и возле фонтана вот может быть вы видите таблички здесь есть которые в которых цитируются эти самые баллады или отрывки из них вот и там удивительной красоты фигура искать они искать но как бы полны конечно таких деталей физически сейчас вы их увидите посмотрите но он был потрясающий то есть на самом деле неожиданны вот такие фигуры это вот смерти что-то душит там какая-то значит такие сервисе и сюрреалистические вообще значит вот фигуру здесь значит и любовь прямо вот вообще значит там во всех подробностях вот какие-то чума тетенька такая сумасшедшая вот ну просто обалденно ну посмотрите вот тетенька выходит из какой-то капусты значит там и ее соблазняет какой-то трубач пляска чумовая вот такие фигуры просто вот фонтан конечно потрясает воображение и после того как мы вышли вот буквально оттуда сказать рядышком мы увидели вот такой маленький крохотные здания значит здесь вот такая золотая звезда и написано цум голденштерн у золотой звезды вот это маленький ресторанчик и мы решили что мы зайдем туда и там вот он поближе мы знаменитые немецкие колбаски поедим потому что здесь написано я плохо вижу сейчас секундочку хисторишат по моему хисториши хисториши брат вурф шибе то есть исторические сосиски какие-то ну короче говоря с пивом там все чудесно ну пиво мне нельзя было пить я за рулем вот тухер и на ушла шанг и тухер бира его вот мы внутри меню такая шикарная обстановка и там прямо на открытом огне жарят сардельки посуда все очень очень красиво было великолепно мы наелись голденштерн великолепные ощущения и мы поехали дальше вот здесь вот такие окна это старинное стекло так производили раньше круглое было вот очень красиво и мы поехали дальше вот сюда посмотрите я решил что мы поедем нам мы хотели ехать в австрии у нас есть такое местечко в котором мы раньше ездили не раз а и там есть в одной из долин сказать недалеко от инсбрука есть аквапарк дети хотели купаться они не хотели естественно ездить по всяким городским достопримечательностей смотреть их интересовали еще всякие парки поэтому поэтому я уже знал куда ехать примерно фьюген и мы решили что мы переночуем где-то здесь вот на границе германии и австрии где-нибудь на берегу горного озера где это будет я не знал потому что мы решили что мы остановимся в кемпинге и так значит смотрите первую ночь мы где-то в польше переночевали вторую ночь мы переночевали в эрфурте и третью ночь мы не знали опять куда мы едем но мы решили что мы переночуем где-то вот здесь на границе вот дорога между нюрнбергом и фьюгеном куда мы хотели добраться и ну вот там где-то сверху нюрнберг на самом деле здесь карта достаточно подробная вот нюрнберг вот мы выехали после достаточно быстро мюнхен мы объехали мы не собирались становится мюнхен очень дорогой город и мы поехали не по этой дороге а вот сюда и вот он значит насколько я помню вот здесь тэгэнзэя мне кажется здесь мы стали искать себе отель или вот здесь на этом озере я уже и не помню вот но мы стали искать здесь где-то отель я решил что на берегу озера обязательно должен быть кемпинг вот но если не первое озеро то второе здесь два озера было да вот оно второе по моему озера я решил что уж одно озеро точно будет с кемпингом и собственно говоря так и случилось первое же озеро оказалось с кемпингом и мы там остановились поставили палатку вот оно это озеро альпийское где-то в баварии скорее всего это тэгэнзэя кемпинг был нормальный там но правда вай-фай был возле ресепшн ресторанчика там не было а так как мы уже наездились мы решили пройти пешком туда в город и там где-то в ресторанчике по ужинать вот мы идем туда до ресторанчика оказалось идти довольно прилично километра два вот но примерно вот в таком домике был ресторанчик играла музыка было совершенно замечательно и я уже был не за рулем естественно мы заказали пиво мы заказали что-то великолепное официантка была обалденная веселая такая зажигательная все было очень-очень классно мы сидели там в этом ресторанчике играла музыка мы смотрели на озеро вот и таким образом мы завершили вот этот день вот на закате очень красиво там было и вот такую парочку мы сфотографировали интересную обратите внимание на газоне смотрите вот здесь собачка такая статуэтка из из фанеры и написано ноу вот не нужны там собачки посмотрите как выглядят забор в германии кстати вот так такие цветы то лавочки вот здесь лавочки с видом на озеро вот и здесь ограничение 30 километров в час дорога клумба посмотрите с таким горшком красивым но мы возвращаемся к себе в кемпинг уже темно и на следующий день на следующий день мы едем дальше уже фюген вот если мы отсюда едем то как то вот так вот и здесь вы понимаете вот здесь граница между германии и австрии она не просто граница потому что граница всегда проходит через очень очень высокие горы там потрясающие виды потрясающие мы едем по серпантинам дорога узкая провинциальная виды сумасшедшие но очень редко где можно остановиться и вот одно из редких мест где можно остановиться и посмотреть вот она примерно так выглядит вот такие виды вот в горах ну здесь темновато получилось потому что выдержка была накручена на самом деле все там красиво очень вот такие городишки очень маленькие такие это деревушка буквально посмотрите посмотрите нет забора возле домов нет забора вы посмотрите только на эту красоту как все аккуратно это уже австрия это мы уже в австрии и вот он наш аквапарк в который мы едем вот наша машина сет район наш и мы сюда приехали в аквапарк мы уже там были раньше нам очень нравится и мы просто сюда целенаправленно ехали в аквапарке мы заходим берем билет там на два часа насколько я помню и от души там плаваем купаемся там какие-то водоворотики горки какие-то приливы спуски вот с этих горок ну то есть все 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 замечательно есть бульки где можно полежать и тут вот не видно к сожалению это огромные стеклянные окна там есть лежаки и можно лежать смотреть на горы и я всегда здесь лежал и мечтал о том что я заберусь когда-нибудь на эту гору пока мы еще не забрались ну может быть другой раз вот примерно такой вид это вид изнутри вот этого аквапарка посмотрите потрясающе и дальше мы уезжаем мы уехали дальше вот из фьюгена куда мы дальше дальше мы ломанули ой мне кажется мы очень много пропустили здесь где мы здесь ночевали я не знаю но что-то здесь мне кажется пропущено здорово потому что мне кажется что мы в бальцана заезжали пообедать и там тоже было очень здорово вот но сейчас мы уже во флоренции во флоренции вот от фьюгена до флоренции да в принципе не так уж и далеко вот но если от эрфурта то принципе прилично нет мы где-то здесь а да мы на озере где-то здесь ночевали нет это недалеко вполне к вечеру мы приезжаем во флоренцию но самое трудное здесь вот от фьюгена пересечь в общем-то границу с италией дальше в италии сумасшедшие совершенно дороги без ограничения скорости буквально хотя в германии тоже вот поэтому достаточно быстро мы приезжаем во флоренцию а отель у нас во флоренции уже был снят через букинг мы его сняли ну из этого самого кемпинга в котором мы ночевали вот я прикинул что примерно до флоренции мы доедем и во флоренции мы раньше никогда не были мы решили остановиться во флоренции на две ночи вот флоренция город как и многие города в италии они очень берегут свое историческое прошлое поэтому на машине там ездить нельзя в городе вот где исторические постройки на машине ездить нельзя поэтому машину приходится бросать на парковке на платной там подземная такая ну крытая парковка вот я заехал туда бросил с удовольствием потому что хотелось уже погулять конечно же и мы пошли гулять по флоренции на следующий день отель мы сняли как мы сняли отель у нас был адрес но к моменту въезда во флоренцию у нас отказал навигатор и и все и мы там потерялись я не знал этих улочках где искать где-то я бросил машину забежал в ближайший отель который я нашел и попросил там что на ресепшене карту и сказал что вот посмотрите вот мы сняли отель вот на такой-то улице улице там 9 мая было покажите мне пожалуйста где он находится и на ресепшене мне отдирают естественно какую-то карту значит там есть всюду ну в туристических местах есть карта на ресепшене которые совершенно бесплатно можно взять мне поставили крестик куда идти и соответственно мы пошли туда мы поехали но на машине можно было ехать ну не останавливаясь остановиться можно было только для того чтобы выгрузить сумки ну что мы в общем сказать достаточно успешно сделали я поставил машину на парковку и мы пошли гулять отельчик во флоренции был буквально в центре города то есть чтобы но недалеко было ходить вот но я выбирал по чтобы он был тихий потому что бывали случаи когда было громко в отелях вот он был маленький скромненький окна выходили куда-то там во двор и действительно было тихо вот и вот она флоренция вот такая она предстала но италия как всегда она обшарпанная такая но безумно красиво все-таки вот тот самый знаменитый во флоренции собор санта мария дольфьор и он окружен зданиями его с близи нельзя сфотографировать в полную красу но он абсолютно потрясающий вот мы идем туда это флоренция рядом с парковкой вот этот вот летний кинотеатр куда мы зашли и летний театр просто и во флоренции мы зашли вот такой ресторанчик вот этого тет тетенька вот с такими очками она нас завлекла она была совершенно неподражаема и мы заказали там нечто ризотто заказали ризотто это было незабываемое на тарелке это выглядело буквально как вот куча какашек грубо говоря вот но это был самый дорогой наш обед за все время и кроме того что когда она выкатила нам цену цена не соответствует меню оказалось что там еще есть наценка какая-то бешеное за обслуживание вот типа 20 евро но кроме того она еще очень активно требовала чаевые с нас еще там 20 евро впечатления были такие веселые где-то 80 с лишним евро нам обошлось обошелся этот обед ну в общем вот такие воспоминания о Венеции вот немножечко конечно впечатление было такое вот сам собор санта-мария видите что его нельзя сфотографировать как-то в полную мощь можно только фрагментами вот вот здесь ступеньки где можно отдохнуть дальше тут небольшая площадочка и там дальше плотно окружают палатки коммерческие всякую фигню продают там кошельки бижутерию и так далее вот и всякие сувениры вот вот даже сфотографировать детей невозможно буквально вот какие-то туристы попадают сюда куда они я не знаю очень похоже на наших но вряд ли это наших вот санта-мария дельфьора действительно собор потрясает он ну как то вот обилием туристов и всяких торговцев он конечно скрашивается и мы идем назад вот собственно говоря мы переночевали во Флоренции и поехали в Рим до Рима понятно что тут совсем не так уж и далеко мы приезжаем в Рим в Риме мы сняли отель с краю потому что мы уже знали что в Рим съездить в общем сказать ну как бы не удастся на машине в центре то есть там мы уже читали что по Риму надо ходить без машины там очень с парковкой большая беда поэтому 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 мы сняли отель который находился рядом с кольцевой дорогой вокруг Рима вот посмотрите вот он наш отель вот здесь он находится отель Джоннико Рома главное условие которое я предъявлял к отелю когда искал чтобы была парковка для машины бесплатно вот здесь она оказалась и он оказался прямо на кольцевой дороге и бесплатный Wi-Fi вы видите там три звезды в общем мы остановились там от отеля надо было ехать на трамвае вот и мы вышли утром ой мне кажется что мы ночевали где-то недалеко на подъезде на подъезде к Риму мы ночевали в каком-то маленьком городишке вот ну здесь мы сняли отель тем не менее вот в Риме на утро мы вышли спросили на ресепшене как добраться до центра нам сказали что надо взять билет на трамвай мы запомнили остановку трамвая спросили где можно взять билет нам сказали что в любой табачной лавке вот что было интересно когда мы вышли на улицу мы решили спросить у первого встречного человека который нам подскажет где ближайшая табачная лавка вот нам шел какой-то навстречу итальянец блин ребята 9 утра он был в хламищу пьяный просто вообще языком не шевелил то есть невероятно насколько он на ногах еле держался как он мог ухитриться и в возрасте был вот ну вот так и следующие люди которые подошли они нам очень бойко все объяснили они удивились что настолько пьяный тоже итальянец присутствует вот ну вот такое дело вот и мы поехали мы поехали в рим вот здесь конечно в риме огромное число туристов в рим потрясающий город в рим в рим надо съездить но лето жара жара была безумная плюс 50 мы изнывали от этой жары и ну вот эти вот знаменитые лестницы я уже не помню что это но приключения итальянцев в россии вот все это здесь есть и я не помню уже эти места но вот он рим вот знаменитый один из знаменитых фонтанов в риме вот представьте вот как все это выглядит вот 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 так время но есть улочки в которых ну поменьше туристов только сворачиваешь сторону и там все все очень красиво здесь конечно ну ну как вот это потрясающий фонтан действительно но туристы просто вот зашкаливают понимаете да вот те самые ступеньки я уже не помню о чем они вот фонтан вот так выглядит еще одна площадь тоже туристы 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 и тут же священники ходят это веспа у входа в магазин обычный мы зашли в храм вот так он выглядит это сверху видите все видящие око там и так далее вот так выглядит храм вот так выглядит рим ну вот улочки вот ну чуть стороне но в самом центре а это фонтан треви знаменитый он потрясающий но там тоже огромное количество туристов не пробиться буквально не пробиться через толпу вот мы тут как-то пробились сфотографировались оттеснив туристов вот вообще значит с одной стороны здание такое типа театра а с другой стороны издание вот нечто сумасшедшее вообще это полет фантазии это невозможно передать фонтан треви посмотрите оно того стоит правда если бы не было туристов но вообще ну куда от них денешься вот а так выглядят вот улочки немножечко в стороне мы походили там в каком-то переулочке мы нашли кафе очень такое ну то он совсем тихенький был мы там по обедали или поужинали было здорово и кстати расплатились там карты тиньков впоследствии я компенсировал покупку кэшбэком вот так вот здорово получилось вот вот мы вечером уже решили дойти до колизея хотя уже устали мы уже находились вот и мы вечером пришли к колизею посмотрели вот на кусок колизея решили на следующий день прийти сюда и вот на следующий день мы приезжаем снова к колизею мы сказать там метро есть Вот, мы приезжаем к Колизею, но когда выяснили, что очередь к Колизею при температуре плюс 50, там, минут на 40 или на 2 часа, ну, в общем, полдня потерять в очереди, мы решили, что мы Колизей вот так вот снаружи сфотографируем, ну и ладно. Вот, поэтому мы сфотографировались на фоне Колизея, внутрь не пошли, вот она очередь, вот это за билетами в Колизей, сумасшедшая совершенно, мы сфотографировали Колизей снаружи, внутрь не стали заходить, это через решетку мы сняли старинные всякие здания, вот. Вот, и мы взяли билет на автобус такой, вот он с открытой платформой, там билет на все автобусы, то есть его берешь на целый день и все, и можешь гулять где хочешь, потом прыгаешь в автобус, показываешь билет, он дневной, и едешь дальше. И там же есть наушники, можно слушать, гид, там на нескольких языках, я не помню, может быть, даже русский есть, вот, поэтому здорово, вот это вот из окна автобуса снято, вот эта ротонда, очень древняя, очень древняя, со времен Колизея. Посмотрите, как потрясающе, это Рим, ребята, туда надо съездить обязательно, конечно. Вот Рим, вот это здание там парламента, по-моему, это тоже из автобуса, а вот это здание, которое, помните, приключения итальянцев в России, так сказать, там самое первое, когда в Риме, вот мимо этого здания проезжает там тетенька на мотоцикле. Рим. И мы возвращаемся в свой отель, и на следующий день мы решили посетить Ватикан. Как же Рим без Ватикана? На это мы второй день, как бы, решили затратить на это второй день. Вот мы идем в Ватикан. Собор Святого Павла. Вот мы на этой площади, где папа с балкона произносит свою мессу. Собор Святого Павла. И мы сейчас войдем туда внутрь и поднимемся наверх вот сюда. Вот он. Вход, естественно, платный. Вот мы входим в Ватикан. Такие гвардейцы. Из приключений итальянцев в России, помните, да? Значит, там Евстигнеев здесь по этой колонне лупил ногой, по-моему. Вот. Вот здесь это было. Вот. Мы входим в собор. Это внутри. Мы уже наверху где-то поднялись наверх, на лифте. И он потрясающий, конечно, этот собор. Он потрясает своими размерами. Конечно, собор Святого Павла – это нечто. Посмотрите, какая высота, какие размеры. Вот. Ну, здесь можно через решетку только смотреть, естественно. Ну, я сфотографировал, ухитрился. Вот. Здесь это сверху, с собора Святого Павла, вид на Ватикан. Это государство отдельное. И туда уже простым смертным вход запрещен. Там только церковные служащие. Здесь осуществляется отсюда руководство католическим миром. Вот оттуда я снимал панораму всю. Вот и там дальше Рим, а это Ватикан. Вот видите, вот антенна какая-то круглая есть. Вот. И там все это священники. Это все внутри. Туда вход запрещен. Есть, прямо вот видна, видите, православная церковь. Вот посмотрите, какое патио. Значит, это за забором. Посмотрите, это за забором, за таким. Но внутри куча зелени, пальмы и так далее. Ну, совершенно потрясающий вид. А вот рядом другое патио. Значит, здесь все засушено абсолютно. Вот так. А это вид на ту самую площадь, вот, главную перед собором Святого Павла. Вот так это выглядит. С купола собора. Вот он, Рим. Друзья мои, Рим потрясающий город. Там есть что сфотографировать, там есть где походить. Там, ну, просто вот, если отойти в сторонку от тех мест, где туристы, там можно все с успехом сфотографировать и насладиться всем, всем, всем. Рим – город потрясающий. Вот, красивый. Много всего красивого, исторического. Вот это патио за сушенными деревьями. Это все сверху. Вот в Ватикане есть свое, видите, как бы футбольное поле, даже небольшое. Священники играют в футбол, судя по всему. Вот. Это такая лесенка, где мы с самого верха собора Святого Павла спускаемся, винтовая. Там не больше одного человека за раз. Вот, там мы были. Это мы еще на крыше собора Святого Павла находимся перед куполом. Это на крыше лавка сувенирная. Это все на крыше. Сверху. Вот мы уже спустились вниз, внутри собора Святого Павла. Вот с такими ангелами сфотографировались. И выходим, садимся назад. И мы решили поехать на знаменитую виллу Боргезе. Вот. Вилла Боргезе – это такой парк, он достаточно уже поменьше туристов. Мы решили сесть вот на такой велосипед. Нам очень нравятся такие велосипедики на четырех человек. Два человека, которые спереди рулят. И мы катаемся там, по этому парку. Давайте покатаемся по этому парку. Вилла Боргезе. Он не такой, конечно, помпезный, но там мало туристов и хорошо можно отдохнуть. Да, он немножечко облезлый. Есть прудик. Мы ездим в какие-то, так сказать, опираемся в скульптуры. Вот. Прудик. В пруду, честно говоря, вода зеленая была. Ну, вот люди плавают на лодочках. Тут же утки. Достаточно грязноватая вода. Вот. Но очень тихо и спокойно. Это в центре Рима. И вдруг мы натыкаемся на Александра Сергеевича Пушкина. Вот такой памятник. И он был построен, так сказать, как бы подарен Санкт-Петербургом Риму. Вот он здесь находится. Вилле Боргезе. Подарок Риму от Делла Чита Димоска. От города Москвы. Вот. Так выглядит вилла Боргезе. Вот такая она. Там было очень мило. Тихо и спокойно. Вот этот уже фонтанчик. Тут уже вода, видите, голубая и красивая. Люди отдыхают. И мы выходим из виллы Боргезе. Вот мы еще там внутри. Прощаемся с Римом. И на следующий день мы решили уехать. Мы решили уехать в сторону Сан-Марина. И мы сняли отель. Там была какая-то скидка. Мы сняли отель. Он очень уединенный. В какой-то деревне на вершине горы. Не знаю, там была скидка бешеная. Привлекло мне что-то. И мы решили поехать туда. И мы решили пересечь всю Италию. Собственно говоря, вот. Мы поехали. Сейчас я покажу, куда. Вот мы сейчас в Риме находимся. Так, сейчас, секундочку. Так, Эрфурт, Фюген. Давайте мы убьем что-нибудь. А, вот здесь Флоренция, Рим. Давайте мы... Ой, 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 ой. Сейчас, секундочку. Из Рима мы поедем. Сейчас скажу, куда. Вот Сан-Марина находится где. Вот сюда мы поедем. Вот. Альберго ресторан Те Ла Рока Дель Малатеста. Вот сюда. Вот, посмотрите. Четыре часа, в принципе, по дороге. И мы едем по центральной Италии. По горной. Вот такая дорога. Четыре часа езды. Совсем не так много. Но, посмотрите, какие там потрясающие виды. Вот мы едем по Италии. Вот так она выглядит. Довольно пустая. Вот. И мы приезжаем до Рока Дель Малатеста. Это отельчик, который мы сняли. Он на вершине горы. Так сказать, там очень трудно было найти. Повернуть там, где надо. По узенькой дорожке поднимаемся на самый верх. Находим наш отельчик. Это деревушка. Там всего две улицы. И эти улицы настолько узкие, что они односторонние. То есть по одной улице в одну сторону движение, по другой в другую. Разъехаться невозможно. Ну, собственно говоря, и машин там нет. Фактически. Мы приезжаем в отель. А отель закрыт. Мы звоним туда. Отель закрыт. Он не работает. Никого нет. Мы начинаем стучаться. Никого нет. Мы, в общем, немножечко в трансе, конечно. Вот. После того, как долго-долго мы пытались пробиться. Какие-то еще туристы пришли. Вот. Со второго этажа высунулась какая-то тетенька горничная. И она что-то там пулеметом протарахтела. Такую-то длинную-длинную, значит, тираду. Из которой я понял, что мы приехали слишком рано, что заселяться надо после шести часов. А сейчас у них вообще сиеста. Но если вы придете часа-через два, то, может быть, кто-то и будет. Может быть, вам что-то и как-то откроют. Поэтому мы, в общем-то сказать, пошли сидеть и ожидать, пока нам кто-то откроет. Вот. Но мы пошли гулять вот по этой деревушке. Вот такое здание ратуши. Она потрясающе красивая. Эта деревня, она удивительная. Была жара, посмотрите. Вот эта вот улица. Здесь разъехаться вообще невозможно. И вот эта вот стена, по-моему, нашего отеля. Или следующая там, где-то здесь рядом. Вот. Вот мы ходим, ждем. Я фотографирую цветочки. Парко натуральный Дель Сако Симон Дель Симончелло. Э, Симончелло. Не знаю, что такое. Ну, это парк. Это потрясающий вид. И вот здесь написано, видите, премио национале де культура. Фронтино-Монте-Тро. Ну, короче говоря, национальная премия культуры. Великолепная деревушка. И вот, наконец, мы в своем отеле. Это вид из нашего окна. Тишина, покой. Вид на горы. Потрясающе. И я подумал, что, наверное, можно там просто, сказать, на старости лет сидеть, писать кроктаты какие-то. Или снимать видео. Вот. Хозяин был такой высокий, лысый, симпатичный человек. И у него была красавица-жена. Она потрясающая. И он сказал, что она русская. Ну, как увидишь, красивая женщина, обязательно русская. Она действительно была с такой вот косвой русой. Но, правда, она уже забыла практически русский язык. Ей было очень приятно, конечно. Она пыталась что-то сказать, но с трудом. В общем, она давно уже уехала в Италию. В детстве еще, по-моему, и давно там живет. Вот. Но, тем не менее, было очень приятно, что вот встретить русского человека. И она действительно, вот, ну, красавица, конечно. Ничего не могу сказать. Просто потрясающе. Хозяева были очень радушные. Они нам что-то предложили. Ну, они сказали, что у них нет того номера, который мы заказали. Но предложили другой. Он был круче, чем то, что мы заказали. Но они сказали, что не надо ничего доплачивать. Все нормально. Вот. Было очень здорово, на самом деле. И вот такой вид у нас был. И с балкона. Потрясающе было. И мы поехали на следующий день в Сан-Марина. Да, мы здесь на две ночи остановились. Мы поехали в Сан-Марина. Ну, вот мы в Сан-Марина. Честно говоря, Сан-Марина глубокого впечатления не произвело. Небольшая, ну, типа княжества, чуть ли не крепость просто. И все. Собственно говоря, мы там походили. В общем, мы намеревались там что-то купить. Беспошлина торговля там. Но этого ничего не было. Особенного такого. Все было довольно дорого и обыденно. Вот. Мы зашли в ресторанчик. Пообедали. Вот это все в Сан-Марина. И уехали посмотреть на Римине. Ну, Римине это уже Италия. Это не Сан-Марина. Оно совсем рядом. Римине нам тоже не понравилось. Грязно. Это город, в который едут русские туристы. Значит, там много. Говорят, что там достаточно дешево. Классно. Вообще идеально. В общем, пляж достаточно грязный, мне показался. Засиженный. Очень много народу. В общем, красивого ничего нет. Нам в Римине не понравилось. Вот. И мы там купили мальчику лего между Сан-Марина и Римине. И уехали. Вот мы снова вернулись в свой отель, в котором вообще все великолепно. Вот. А из отеля мы где-то видели по пути. Мы видели где-то на горе замок. И мы решили посетить его тоже. Вот. Хозяин сказал, что это замок Леон. Вот. Что он очень интересный. И мы поехали туда на следующий день. Это вот все мы в этом отеле. Потрясающе там здорово было. Вот. Мы все там же. Посмотрите. Это вот деревенская улочка. Это вот та самая улица, по которой ездят машины. Вот так она выглядит. Люди сидят. И мы там сидели и слушали беседу просто людей, которые просто тоже сидели рядом на скамеечке. И не на скамеечке, а на пороге своего дома. И что-то там обсуждали. Ну, какие, так сказать. А, Марта вот там. Значит, с тем-то. А что вы на обед кушали? Ну, такие обычные речи совершенно. Ну, насколько я мог понять итальянский язык. Вот. И мы уезжаем оттуда. Посмотрите, какие прекрасные виды. Это Италия, ребята. Центр Италии. Посмотрите. Вот так это выглядит. Вот. Там сумасшедшая красота. И вот видите, на горе там вроде как замок. Вот. Мне кажется, мы туда едем. Вот. Мы уже приблизились к нему. Это замок Леон. Вот мы заходим туда внутрь. Он находится немножечко в стороне от туристических центров. Поэтому там очень тихо и спокойно. Вот мы зашли внутрь. Тоже очень красиво. Вот мы обходим сначала замок со всех сторон. Да, здесь пушки стоят. Да. И рыцари всякие. Рыцарские доспехи. Мы посмотрели. Было интересно, как же рыцарь надевать доспехи. Оказывается, у него спина открытая. Оказывается, спина открытая у рыцаря. Вот. Там были орудия пыток. Вот старинные всякие эти пики их рыцарские. А вот это вход в камеру. Камера внизу находится. Это единственный вход. И туда преступника выпускали сверху. И, собственно говоря, еду им подавали тоже сверху. Вот там они и сидели. И говорят, что там сидел граф Калиостро. Ну, в каждом замке сидел граф Калиостро, насколько я понимаю. Вот. Вот так все это выглядит. И дальше мы поехали снова. И мы заехали по пути. Один был монастырь. Я один раз проехал мимо, другой раз проехал мимо. Решил, говорю, давайте заедем в монастырь Бородачей. И нам хозяин сказал, что вот, да, там есть такой монастырь. Он старинный. И, ну, люди там давали обед, не брить бороду, по-моему. Вот. И мы туда заехали. Просто посмотреть. Там было совсем просто. Посетителей не было никого вообще. Мы были единственные. Нас любезно пустили туда внутрь. Внутри находится, ну, как во всяких замках, во многих замках музеи. И здесь музей старинных костюмов. Вот так это выглядит. Мы практически единственные посетители. Вот эта вот тетенька, я не знаю. Мне кажется, она там работает. Вот. Это мужской монастырь, но сейчас это уже он не действующий, конечно же. Вот мы вышли и поехали. Посмотрите, какие потрясающие виды в Италии. Это какая-то... Там есть агритуризм. То есть можно поехать на лето на ферму и с крестьянами жить, разделять их быт. Есть такое дело. Так, что это у нас уже? Оттуда мы поехали в Венецию. До Венеции тут совсем недалеко. Вы видите, вот мы в Риме не заезжали. Сам Маринофактори, Аутлет. Да. Вот. А вот мы поехали в Венецию. Кемпинг Венеция Вилдж. Вот, да, там мы сняли его тоже через... Мы его нашли, вернее, через Букинг. Мы его не снимали заранее в кемпинге. Мы поставили палатку. Это непосредственно рядом с старым городом, с Венецией. То есть мы оттуда... Ну, вы знаете, что в Венецию старую нельзя попасть на машине. Поэтому мы... Вот она вот, Венеция сама вот эта старинная. Видите, да? Сейчас секундочку покажу. Ну, на самом деле, Венеция – это огромный город промышленный. Вот. А то, что принято называть вот той самой Венецией, которая вот красивая, классическая, это вот где-то здесь. Видите? Вот она, Венеция. Вот. Здесь много-много островов. Вот. Ну, а дальше там уже обычный город. И мы жили вот здесь, вот кемпингом, прямо на буквально берегу, ну, это не море, а залив. И вот, вот это город Венеция. Мы туда поехали, естественно, на троллейбусе. То есть вот, ну, до остановки дойти всего ничего. И на троллейбусе мы поехали в Венецию. Давайте пойдем в Венецию. Вот она, Венеция. Ну, Венеция, конечно, потрясающий город. Я там был уже третий раз, и каждый раз я с новым настроением. На этот раз настроение было потрясающее. Посмотрите. Ну, буйство красок, рай для фотографов. Вот, я даже не знаю, как это, это непередаваемо. Это Венеция. Посмотрите, какая красота. Венеция. Это Венеция. Друзья мои, это Гранд Канал. Это я через зеркало снимаю. Ну, посмотрите, как... Ну, то есть много чего красивого, конечно. Это мы зашли стеклодов. Венеция знаменита венецианским стеклом также. Венеция знаменита своими масками, конечно же. И вот мы гуляем по улочкам венецианским. Чайки. Каналы. Гондольеры. Гондолы. Опять Гранд Канал мы вышли. Какие-то улочки. Вместо улиц там вот такие каналы. Плавают туристы. Вы знаете, на Гондоле, мне кажется, кайф тот еще плыть, потому что там куча мусора плавает рядышком. А лучше смотреть на это со стороны, мне кажется. Гондолы – это страшно дорого. И не уверен, что это хорошо. Ну, и, конечно же, площадь Дожей. Сан-Марко. Дворец Дожей. Вот. Самая площадь. Голуби, естественно. Ну, я был уже здесь третий раз. Мне все было знакомо. Вот. Вот там островок очень... Там поменьше туристов туда стоит. Мне кадр нравится просто. Вот снова Сан-Марко. Все там же. Было очень хорошо. Ну, мальчик устал. Вот мыл. Улочка такая вот интересная. Представляете, вырез буквально для плеч. Вот. Мы устали. Мальчик хотел в отель. В кемпинг. Потому что он устал ходить уже. Вот, посмотрите, уже и Марина усталая. Кирилл устал. Но впечатлений, конечно, масса. Вот эти лодки. Там такси. Это катер. Значит, там есть маршрутные, значит, катера. И вот мальчик, почему хотел в кемпинг. Потому что ему понравились очень вот эти качели. Что нужно ребенку для счастья в Венеции? И из Венеции мы уже уезжаем. Это мы уже не там. Сейчас я вам покажу, где мы. Мы уже из Венеции. Уезжаем в... Проложить маршрут. Из кемпинга Венеции. В... Уже в Хорватии. Мы уже уезжаем из Италии. И едем мы вот сюда. Город Ровень. Accommodation Suran. Вот сюда. И здесь ехать-то всего ничего. Три часа. Недалеко от Риеста. Там тоже красивые города, на самом деле, достаточно крутые. Вот. Мы приезжаем в Хорватию. Да, здесь граница. Хорватия уже не входит в Шенген. Вот. Мы... Мы едем в город Ровень. Вот мы. Мы въехали в Ровень. Ровень находится на побережье. Конечно же, дети хотели море. И мы решили в Ровене... Четыре ночи сняли отель. И дети отрывались на море. Вечером мы гуляли по старинному городу Ровень. Там потрясающе красивый город. Ребята, если вы будете там, Ровень – это то, чего стоит посетить. Вот. Это потрясающе. Мы там заблудились. На следующий день... Вот, посмотрите, какие улочки. Песчаник. Это вообще потрясающе красиво. Это потрясающе красиво. Но они очень узенькие, они кривые. Там можно заблудиться. Что мы, собственно, и сделали. Вот. Это уже на следующий день. И на следующий день произошло событие очень такое. Не очень хорошее. Мальчик улегся на кровать. Усталый. Бухнулся. Когда мы пришли с моря. И... Ему в глаз попала какая-то соринка сверху от штукатурки. Он моргал и не мог проморгаться. Глаз очень болел. Вот. Мы промывали ему водой. Ничего не помогало. И... Я спросил хозяина Владимира, говорю, что делать. Вот. Он говорит, ну... Я говорю, надо в больницу. Вот. Он рассказал, где больница. Мы ее даже проходили. И мы поехали с мальчиком в больницу. Ургенция называется. Это скорая помощь. Вот. Я говорю, ну... Потому что я понимал, что дальнейший отпуск будет испорчен. Я знал, что это такое. Я знал, что глаз распухнет. Я знал, что он будет красным. Что-то надо делать. Вот. Он не мог проморгаться. Мы приехали в больницу. Там были какие-то студенты молодые на приеме. Вот. Вот хирург. И они, конечно, немножечко перепугались. Вот. Но, тем не менее. Значит, мальчику закапали сначала обезболивающее. Потом посадили его в этот аппарат, где под микроскопом, значит, там... Нашли эту штуку и, значит, каким-то пинцетом ее от него выдрали и закапали еще каким-то альбуцидом. Вот. Вот моментально все прошло, естественно, мальчик был счастлив. С нас не взяли ни копейки, поэтому здесь не надо ничего бояться. Мы просто пошли в больницу, да. Вот. Со границей. Вот. Было очень здорово на самом деле. Вот. Очень приятно. И дальше мы снова наслаждались жизнью. И уже на второй день вот мы на пляже. А потом мы решили съездить все-таки, накупавшись, решили съездить в пещеру, которая была рядом. Пещера была небольшая крайне. Очень небольшая. Там было темно, как вы видите. Вот. Вот в таких горах была пещера. Вот мы спускаемся вниз с пещеры. И снова море. Снова море, снова красота. Феррари. Вот. Ровень, ровень, ровень. Это потрясающе красивый город. Посмотрите, какие улочки. Это песчаник. Он блестит, вы понимаете? Он реально блестит. Вот. Это вот Кирилл наш. Это не местный мальчишка. Вот. Это мы. Мы уже устали, как видите. Накупались, находились, нагулялись по лавочкам. Ну, все было великолепно. Вот. Я сижу на этом песчанике. Чистейшие улочки. Очень красиво все. Все очень красиво. Мы взяли, ну, катер, проплылись, ну, путешествие на катере. Вот примерно на таком. Бакланы. И мы видели, дельфинов, к сожалению, не удалось снять. Они выскакивали из воды. Вот там где-то, мне кажется, вот дельфины есть. Вот. Было потрясающе здорово. Это крабик. Это город Ровень. Он совершенно потрясающий. Красивый. Чудесный. Средневековый. Очень, 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 очень классный. Хорватия. Не дешево. Там не дешево. Вот. И накупавшись... Да, вот это вот деревья, это оливки. На них растут натуральные оливки. Вот мы снова купаемся. И посмотрите. Дальше мы уезжаем вот из Ровеня. Куда? В Любляну. Словения. Это совсем рядом. Это совсем рядом. Вот она, Любляна. Но Словения находится уже высоко в горах. Мы уехали из моря. И... Это столица Словении. Она... Это Словения, очень маленькая страна. Вот. Вот, посмотрите, здесь вот мы въезжаем в Словению. Это снова в эту Шенгенскую зону. И, собственно говоря, вот она, Любляна. Давайте посмотрим, как выглядит Любляна. Вот ратуша в Любляне. Главная площадь. Любляна очень небольшой город. Крайне небольшой. Какая-то статуя. Все тихо, спокойно, но высоко в горах и уже холодно. Санкарьево набреже. Галипстово набреже. Набережные. Это уже славянский город. Там уже говорят на славянском языке. Словенском. Это, ну, главная улица. Там она в виде бульвара, полукругом. Это мы зашли в кафе. Так выглядит туалет в мужском кафе. Не туалет, а... Это умывальная, так сказать, как бы раковина. Вот так прикольно. А так выглядит само кафе. Креативненько. Но было очень здорово. Мы вышли и совсем замерзли. И мы уехали из Любляна. Мы просто заехали в Любляну. Там совсем рядом было от Ровени. Вот это вот в Любляне, посмотрите, здесь несколько мостов. Сразу их штук пять мостов. Это самый центр Любляны. Любляна – это город пяти мостов. Очень тихий, спокойный город. И если перебираться куда-то на постоянное жительство, вполне себе подходящее место, мне кажется. Вот. Любляна. Посмотрите, как мосты. Вот это один мост, это рядом второй мост. Там третий мост, четвертый и так далее. Там пять или семь мостов. Все в одном месте. И мы уезжаем в Грац. Да, Грац здесь совсем недалеко. Вот она, Австрия. Мы едем в Грац. Мы едем в Грац не для того, чтобы просто заехать по пути, как бы, понимаете? Потому что, на самом деле, мы едем не в Грац. Нам надо вот сюда, в район Саумбадхея, или где-то здесь, Бюк. Но мы решили заехать через Австрию, через Грац. И мы заехали в Грац, просто подняться вот на эту стену, посмотреть на эти знаменитые часы, которые находятся в городе Грац. Было холодно, и там даже накрапать начинал дождь. Мы зашли на эту гору, сфотографировали часы, сфотографировали Грац сверху. Вот она, ратуша города Грац. Вот где-то там находится Херенгасса, насколько я помню, в которой находится квартира и Гравы, и Мидлайф. Вот, ну, мы туда не пошли, было воскресенье. Вот, а мы пошли наверх, на самый верх, решили подняться. Города Грац. Вот, мы поднимаемся выше этой башни. Видите, она совсем небольшая, эта башня. Ну, какая-то такая, немножечко шальная, конечно. Ничего не могу сказать. Вот, и мне понравился вот этот вот памятник. Посмотрите, здесь рыцарь. Сейчас я попробую увеличить это дело. Да, вот так. Вот. Один рыцарь, который больше не захотел сражаться, сложил здесь свои доспехи. из-за легенды, «Начбарти, sie grazerinnen ihre Neugeborene zum Schlossberg und ziehten sie in Rüstung, die unbekannten Witzel, in der Hoffnung auf dem Leben in Frieden». «Legende, я здесь уже плохо понимаю, по-немецки не очень хорошо, «Начбарти, die grazerinnen ihre Neugeborene». «Легенда города Грац, вновь новорожденная легенда города Грац и Schlossberg, насколько я понимаю, и она показывает доспехи неизвестного рыцаря в Hoffnung, надежде, надежде на жизнь в мире». То есть это антивоенный такой вот памятник. Вот. Ну и мы поднимаемся вверх на «Groken Centrum», то есть на самый верх. Вот мы находимся уже наверху, а наверху почему-то китайская беседка. Вот так выглядит самый верх. И там сидел дяденька вот такой, он играл на флейте, очень такую печальную мелодию. Кто-то пел, насколько я помню. Была очень такая вот какая-то история трогательная. И рыцарь, опять же. Вот. Мы искали денежку, чтобы кинуть ему сюда. Ну, нашли и что-то кинули. Вот. И в городе Грац вот направление во все места мира известное. Это прудик, который я снял через решетку, вы видите. Очень красивый. Ну и мы уехали в наш любимый Бюк. Это уже в Венгрии. Это совсем недалеко. И мы уже знаем этот отельчик в Бюке. Мы уже не первый раз там. И мы уже знали, куда ехали. Мы там. Вот так он выглядит. Он прекрасен. Хозяева. Вот он, один из хозяев сидит. Он говорит по-немецки. Вот. На английском как-то не очень. Ну, естественно, потому что кругом германский язык. Вот. Такая сова сверху. Вот так выглядит этот отельчик на окраине Бюка. Снаружи соломенная крыша. Ну, уже достаточно холодно. Вот мы там. Там очень тихо и хорошо. Нам очень нравится. Это прудик. И дальше мы уже уезжаем. Дальше мы уже уезжаем в город Липтовский Микулаш в Словакии. Липтовский Микулаш. Это вот здесь. И чуть-чуть не доезжая до Липтовского Микулаша. Там мы сняли через интернет уже отель Драк. Драк – это дракон. Пенсион Драк. Там было очень здорово. Липтовский Микулаш. Чем он интересен? Тем, что в окрестностях Липтовского Микулаша находятся самые большие в Европе пещеры. И в самую большую европейскую пещеру мы пошли. Там протяженность больше 10 километров под землей. Снять мало что удалось в пещере. Но больше 10 километров – это здорово. Это интересно. И дальше мы уже уезжаем. Дальше мы уезжаем в сторону… Вот посмотрите. Мы здесь. И мы едем в сторону Кракова. Вот по таким узеньким дорожкам. И на самой границе, вот здесь, наверху, мы остановились. Вот мы вернулись вот сюда и по этой дороге поехали. На самой границе сверху мы нашли ресторан, где мы решили пообедать. Потрясающие виды. На самом-самом верху, на самом перевале. Посмотрите. И вот мы уже в Кракове. Дворец Вавель. Ну, мы сначала по Кракову ходим. Вот мы входим уже в Вавель. Вот мы внутри дворца Вавель. Это известнейший, конечно, дворец Вавель. Известный, королевский. Краков – древняя столица Польши. В свое время была. Там очень здорово. Ребята, если хотите, так сказать, в Польше, то, значит, Краков стоит того, чтобы его посетить. Было темновато уже, поэтому тяжело снять. Краков очень красив. Это Краков. И, собственно говоря, после Кракова мы уехали дальше, в сторону Варшавы. Мы отъехали совсем недалеко. Я стал искать отель, потому что, ну, заранее мы отель там не снимали. И отель оказался, ну, заезд по-польски, заезд, въезд. Вот. Мы нашли, заехали туда. Хозяева очень обрадовались, конечно, потому что редко кто останавливается там. И нам пожарили яичницу какую-то. Я взял пиво, сел на скамейку, и рядом со мной сидел дедушка, поляк, он отец хозяина отеля. И мы смотрели просто вдаль, рядом с ним сидели. И он мне что-то рассказывал про налоги, про то, что как тяжело жить. Я у него спрашивал. Он мне рассказывал, что да, бизнес довольно тяжелый, что надо платить много налогов. Бегал Кирилл во дворе. Мы смотрели задумчиво на Кирилла. И вдруг дедушка сказал такую фразу. Он сидит такой, смотрит задумчиво и говорит. А, я ему сказал, что вот мы путешествовали по всей Европе. Мы там в Италии были, там сянулись в море, красиво. Он говорит, прекрасная страна Польша, потрясающая страна Польша. И все-то у нас есть в Польше. И горы у нас есть, и море у нас есть, сколько хочешь. У нас все есть, у нас огромные просторы. И, а какие у нас люди, сказал он. И я сидел и думал. Вот представил себе, что сижу я где-то в нашей глубинке, например, да, в российской, с дедушкой, вот пью пиво. И что скажет дедушка? Много ли найдется дедушек, которые скажут, какая прекрасная у нас страна Россия. И что у нас есть и горы, и моря, а все это у нас есть, конечно же. А у нас почему-то принято ругать нашу страну. Понимаете? А сколько я ездил по другим странам, люди очень любят свои страны. Они ухаживают за ними. Да, они ругают правительство, но они любят свою страну. Я с этим встречался в Италии, в Испании и вот в Польше. Я никогда, мне никогда не нравилась Польша. Ну, не то, что не нравилась раньше до этого, а как-то вот, ну, Польша и Польша, она какая-то вся такая, какая-то непонятная. А тут вот я встретил такое отношение к Польше. И не знаю даже, что сказать. Вот, ну, после Кракова мы, естественно, через Варшаву до Тересполя. Дальше уже ничего интересного дальше я не снимал. Вот так мы съездили в 2013 году в путешествие в Италию. Мы посетили Германию, мы посетили Австрию, мы посетили Италию. Мы проехали много городов в Италии, Флоренция. Ну, до этого мы уже были и в Милане, и в разных городах по чуть-чуть. А здесь мы конкретно, вот, Флоренция, Рим, центр Италии, Венеция, естественно. И дальше уже, а дальше уже море, и на море мы искупались в Хорватии. То есть вот такое путешествие. И после Хорватии, и Любляна, и в которой мы до этого не были. Ну, и Грац, в которой мы уже были. Вот такие путешествия мы совершаем, совершали регулярно. И, ну, я надеюсь, что и в этом году мы тоже побудем. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий.